4. Периодическое настраивание пищеварения. Некоторые люди слабо усваивают прочитанный материал, особенно в пожилом возрасте, и не могут сразу схватить суть. Для таких людей полезно периодически повторять в разных вариантах ранее описанное, чтобы оно вошло в их сознание и побудило к действиям. Вот для этих людей повторим, как поддерживать свою пищеварительную систему в нормальном состоянии. Особенно это касается лиц пожилого возраста. С чего начать? 1. Сочищение толстого кишечника. Очистка его дает следующие результаты для пищеварения. А. Крово чистится от токсических продуктов, которые парализуют клетки желудочно-кишечного тракта. Нет ни секреции, ни перистальтики. Б. Восстановив кислую среду и нормальную микрофлору в толстом кишечнике, мы тем самым укрепим иммунную защиту, которая будет защищать наш организм от опухолей и других неприятностей. Я добавлю массы неприятностей. Микрофлора дополнительно будет из растительного сырья вырабатывать витамины, аминокислоты и многое другое, что не поступает с пищей. Тем самым наш организм станет менее зависим от поступающей изне пищи. Чтобы это произошло поскорее, кушайте как можно меньше дрожжевого хлеба. Второе. Обязательно очистите печень из желчной пузырь. Полноценно очистив печень, то есть от 5 до 7 раз, мы тем самым нормализуем все виды обменов в организме. Если человек сразу переходит на пищу, богатую витаминами, минеральными веществами и тому подобное, питается раздельно, он не в состоянии сразу же усвоить все это богатство, которое пролетает через организм, как через трубу. И совсем наоборот. Чистая печень усваивает из минимума максимум. Вторая особенность очищения печени проявляется в нормализации венозного кровотока, да и всего кровотока в целом. Кров, омывая желудок, кишечник, поджелудочную железу и так далее, подводит к ним питательные вещества и кислород. Если это полноценно выполняется, то пищеварительных соков вырабатывается достаточно. Эпители желудочно-кишечного тракта восстанавливаются полноценно, защитной слизи вполне достаточно. Если имеется хоть небольшой застой крови, вышеуказанные процессы тормозятся и тем больше, чем сильнее застой. Поэтому, не сделав подобного очищения печени, напрасно ждать от желудочно-кишечного тракта резких улучшений в работе. А в отдельных случаях и вовсе бесполезно. Еще раз повторю. Печень – главная железа организма, на которой завязаны все, все, все функции организма. И не нормализовав ее работу, бесполезно рассчитывать на полноценное восстановление работоспособности всего организма. Третье. Максимально облегчить работу желудочно-кишечному тракту. Это положение распадается на ряд подвопросов. Первое. Есть в спокойной обстановке и не торопясь. Второе. Соблюдать правильную последовательность потребления пищевых продуктов с учетом их сочетаемости между собой. Третье. Есть только тогда, когда проголодаетесь. Никаких перекусов между главными приемами пищи. Четвертое. По возможности питаться видовой, так называемой по-индусски сатва, пищей. И в любом случае вначале употреблять фруктовые или овощные блюда, свежий салат, слегка тушеные овощи, свежесваренные первые блюда, борщи и так далее. И только после этого одно или два сочетающихся между собой продукта. Пятое. Видовая пища должна соответствовать сезону года, выращиваться в регионе вашего проживания и потребляться с учетом вашей индивидуальной конституции. Выполнение всех вышеуказанных пунктов позволит вам возродить пищеварительную систему заново. Все содержание книги лишь разъясняет, углубляет и обосновывает эти положения. Вот еще ряд рекомендаций. А. Рекомендации для лиц с сильным нарушением работы пищеварительного тракта. У некоторых людей пищеварение так разлажено и ослаблено, что вообще ничего переварить не может. После очищения толстого кишечника и печени им нужно использовать монодиету. То есть за один прием пищи есть только один продукт. В связи с этим количество приемов пищи может возрасти до 6-8 раз. Допустим, скушали один продукт в 8 часов утра. Например, морковный сок выпили. Другой продукт в 10 часов. Ну, допустим, виноград, кисточку винограда. Третий продукт в 12 часов. Цельную кашу. Например, распаренное проросшее зерно. Четвертый продукт в 14 часов. Сок из яблок и свеклы. 6 частей яблок и 1 часть свеклы. Пятый продукт в 18 часов. Отварную картошку. Шестой продукт в 20 часов. Травяной чай с медом. На следующий день кушайте другие продукты. Также через 2 часа. Первый прием – дыня. Второе – яйцо в смятку. Третье – салат из помидор. Четвертое – кусочек отварного мяса. Пятое – морковный сок. Шестое – кефир или простокваша. Можно и творожок. Продукты подбираются с учетом того, что они должны содержать в себе достаточно собственных ферментов для самопереваривания. То есть обладать способностью к индуцированному авторизму. В самом начале такого восстановления на эту роль лучше всего подойдут свежевыжатые овощные соки, особенно морковные. Несколько хуже фруктовые. После того, как соки начнут нормально усваиваться и появится естественный аппетит, необходимо употреблять слегка тушеные овощи или свежие салаты. По утрам натощак обязательно нужно съедать 1-3 ложки проросшего зерна, а перед едой выпивать напитки с горьким вкусом. Горький вкус, как мы уже знаем, стимулирует пищеварение. Далее, после салата употреблять небольшое количество цельных каш. Затем можно использовать имбирную диету, после которой переходить на индивидуальное видовое питание. Б. Рекомендации по настройке пищеварительного огня с учетом индивидуальной конституции. Почти у всех людей периодически наблюдается разлад в системе пищеварения. Этому способствует спешка в еде, перекусы между едой и еда на ночь. Все это выражается в таких неприятных симптомах. Изжога, беспокойное пищеварение, потеря аппетита, запоры или поносы, отрыжка и кота, отсутствие интереса к пище, чрезмерный или недостаточный вес тела. Как только эти симптомы появились, вам следует восстановить естественный ритм пищеварения. Это вообще полезно для пищеварения, даже если у вас и нет проблем. Лица с конституцией ветра могут настраивать ритм пищеварения раз в месяц. С конституцией желчи дважды в месяц. Это желательно делать при наступлении жора. Жор это несдерживаемый аппетит. Вы едите, едите, едите и не можете прекратить есть. Лица с конституцией слизи настройку желательно делать раз в неделю и это им особенно полезно. Метод настройки ритма пищеварения и его силы потребует от вас трех дней и состоит в следующем. В первый день поешьте умеренно, избегайте различных специй и других веществ, например, алкогольных напитков, которые стимулируют аппетит. Перед сном сделайте очистительную клизму, можно уриновую и рано ложитесь спать. Чтобы правильно настроить пищеварительный ритм и силу пищеварения, требуется воздержаться от еды в течение всего дня. Желательно в это время пить только чистую воду в теплом виде, так как лица с конституцией ветра и желчи трудно переносят пищевое воздержание и неприятные симптомы голода. Им можно выпить свежевыжатого сока сладкого вкуса или съесть столовую ложку меда и выпить стакан теплой воды. После этого немного полежите. Если этих крайних состояний у вас нет, отвлеките себя какой-либо деятельностью и держитесь на чистой воде. Кислых соков не пейте, они наоборот стимулируют аппетит. Лица с конституцией слизы в этот день могут вообще ничего не пить. Это пойдет им во благо, разжигая и настраивая пищеварительный огонь. На следующий день после голода надо дать войти пищеварению в нормальный ритм. Для этого выпейте утром травяной чай. Для каждого типа конституции со своими травами. И съешьте небольшое количество горячей каши. Помните, кофе, чай и сигареты сбивают ритм пищеварения и делают цель недостижимой. Теперь ничего не ешьте до самого полудня. Перед обедом выпейте стакан свежевыжатого сока. Съешьте салат. Зимой это будут свежеприготовленный борщ, щи или тушеные овощи. Далее кашу или мясо, если вы не можете без этого обходиться. Вы должны насытиться, но не перегрузить себя за обедом. До самого ужина ничего не ешьте. Ужинайте рано, за 3-4 часа до сна. Чтобы съеденное успело полностью перевариться. Подбор продуктов питания на ужин должен соответствовать вашему конституционному типу. Для тех, кто склонен к перееданию, лучше всего повторить завтрак. После восстановления естественного ритма пищеварения и его силы, вы будете следовать естественному чувству голода. Немного есть с утром, основательно в обед и легко ужинать. Старайтесь есть в одно и то же время. Это дополнительно выработает условный рефлекс на еду. Теперь становится понятным различные рекомендации. Голодать раз в неделю по 24 часа – это по Брегу. Сухое голодание в течение 42 часов по Иванову и так далее. Авторы этих рекомендаций интуитивно подобрали для себя наиболее благоприятный режим. Получили от него облегчение и начали рекомендовать его без учета индивидуальной конституции всем подряд. Поэтому критически относитесь к обилию всевозможных рекомендаций. Отбирайте приемлемое для вашей индивидуальной конституции, то есть для себя. Помните библейскую заповедь – не сотвори себе кумира. Субтитры создавал DimaTorzok